Вчера нефть спросила после подтвердившихся рыночных ожиданий относительно продления сделки ОПЕК+, до марта следующего года. Похоже, снижение цен обусловлено закрытием спекулянтами длинных позиций, открытых ранее, с расчетом на положительный импульс после заседания ОПЕК+. Brent нашла поддержку на уровне 62,5 доллара за баррель и совсем скоро может восстановить позиции с этих уровней в районе 66 долларов. На пути к восстановлению ощутимое сопротивление может оказаться на уровне 64 доллара за баррель. Также вчера вышли еженедельные данные по запасам нефти от Американского института нефти. За отчетный период запасы черного золота сократились на 5 млн баррелей, запасы бензина упали на 837 тыс. баррелей. Импорт нефти поднялся на 255 тыс. баррелей до 7,1 млн баррелей. Отчет говорит о третьем подряд сокращении запасов нефти в стране, что соответствует сезонному фактору повышенного спроса на топливо и оказывает положительное влияние на настроение нефтяного рынка. Сегодня в 17.30 по московскому времени ожидается выход аналогичного отчета от Управления энергетической информацией США. Сегодня в первые полчаса торгов средний курс доллара в паре с рублем со сроком расчетов завтра на торгах московской биржи поднялся на 1718 пунктов против курса вторника и составил 63 рубля 18 копеек. Рубль продолжает удерживать положительный настрой на новостях и договоренности между КНР и США на саммите Большой двадцатки. Площадка получила сильный импульс для преодоления границы в 2800 пунктов. Еще одна положительная причина для укрепления рубля заключается в пролонгации сделки ОПЕК+. Мы продолжаем следить за развитием событий на рынке. Оставайтесь с нами.